Армянская сторона Достаточно базовых знаний, чтобы прийти и увидеть, что то, что здесь раскопано является остатком вовсе не античного какого-то городища. Нет. Элементы, которые мы здесь видим, они относятся к исламскому, к мусульманскому периоду и даже средневековым их нельзя назвать. Мы сейчас вам покажем некоторые кадры, элементы и, по всей видимости, сами те, кто имеют базовые понятия, увидят, что, по всей видимости, это и есть остатки той самой крепости Шах-Булах, которую построил карабахский хан Панахали, когда он постепенно двигался с Аранского Карабаха, с Низменного, в направлении Карабаха Горного, или как его сейчас называют на Горном. И мы потом вам еще кое-что покажем. Ведь армянская сторона утверждает, что здесь рядом она нашла и реставрировала крепость Шах-Булах, ту самую, которую Панахали хан построил. Но весь обман именно кроется в том, что... Что здесь сделали армяне? Они мало того, что раскопали, они еще придали некоторые археологические формы. То есть переставили камни, принесли со стороны какие-то элементы, поставили крест, поменяли форму памятника и скрыли, изменили элементы, которые показывали, что это исламская мусульманская архитектура. Если внимательно посмотреть, перед нами остатки хамама, бани мусульманской, а рядом остатки овдана, то есть резервуара для воды, которая, видимо, нужна была для бани. Однако, что сделала армянская сторона? Она или разрушила, или же проигнорировала наличие над баней комплекса, купола, который выдает ее предназначение. Это не восстановлено. И остатки вот этого хамама выдаются за якобы церковь 5-6 века. Это было сделано для того, чтобы обосновать, что данная якобы античная крепость, она в течение многих веков существовала, якобы в христианское время тоже здесь еще проживали армяне. И также этим самым обосновывается вот этот крест Хачкар, который вмонтировали буквально недавно армянские археологи, чтобы опять-таки обосновать свои фантазии о том, что этот Тигранакерт не только античного периода, но и в период раннего христианства якобы он продолжал существовать. И здесь жили именно сугубо армяне. Опять-таки не надо быть даже серьезным специалистом, чтобы убедиться в том, что уж точно к античности никакого отношения этот памятник не имеет. А уж тем более к некоему Тиграну, якобы великому армянскому царю, уж совершенно не имеет отношения. А подобных городищ действительно древних. В окрестностях огромное количество. Здесь недалеко буквально раскопано азербайджанским археологом городище, поселок, которому 7000 лет, который имеет действительно серьезную культуру, и он сохранен в таком виде, в каком его раскопали. Кстати, сейчас мы вам кое-что покажем. Вот то, что армянская сторона называет крепостью. Шах-Булах. Это ападаны, то, что мы только что сняли. Ападаны от столбов. Столбов были деревянные, это основания. Привезены они совершенно с другого места, никакого отношения не имеют к этому новоделу. Давайте зайдем внутрь и убедимся, что это новодел. Ну, вот мы во дворе так называемой крепости Шах-Булах. Это же никакого отношения не имеет ни к 18 веку, ни к какой-то древней постройке. Это полный новодел. Камни обтесаны свежие в каменоломнях. Цемент, раствор. Никакого следа какой-то древней или старой постройки здесь нет. То есть, армянская сторона пытается утверждать, что это и есть крепость Шах-Булах, которую построил Танах Алихан. Одна из его первых крепостей. Ничего подобного. Это ресторан. Сделан он в стиле восточном. Похож на восточный Кярван-Сарай. Теперь, почему все это сделали? То есть, там на том месте мы увидели, что настоящие остатки, останки крепости превращены в некий Тигранакет. А тут сделали новодел, который выдают за Шах-Булах. Здесь, если вы обратите внимание, кончается равнина, внизу город Агдам. И начинаются горы, что имеет стратегическое значение. Армянская сторона это прекрасно знает. И те, кто ее поддерживает тоже. Для меня большая удача и для моих друзей, что мы смогли вам именно с этого места, с этих освобожденных территорий, показать весь этот новодел и всю фальсификацию. Кстати, которая похожа на ту фальсификацию, которую 50-60 лет назад армянская сторона сделала в городе Ереване. Помните, они там придумали Урартийскую крепость, нашли, назвали ее Эребуни. Там тоже была только кладка остатки камней, которые ни о чем конкретно не говорили. Затем обнаруживается надпись. И оказывается, что построенная Бутафория выдается за крепость, которой 2800 лет. Вот нечто подобное сейчас якобы это город-крепость Тиграна Великого попытался сделать армянская сторона здесь. Выдать весь этот новодел за якобы крепость Панахалихана, а находящиеся рядом действительно постройки, остатки постройок, относящиеся, возможно, к мусульманскому периоду, выдать за античный Тигранакер. Вот так они работают. Вот так они работали в Ереване, в Ереване, в Еребуне. И вот так они придумали эту ложь про Тигранакер, которую мы с вами вместе здесь разоблачили. Субтитры создавал DimaTorzok